Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой репертуар ожидает самарцев в кинотеатре под открытым небом? И как работодателям получить господдержку? О чем пишут в телеграм-каналах городской администрации и профильных ведомств? Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. Делегацию Самарской области возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. На форуме делегация представит крупнейшие инфраструктурные проекты региона. Среди них инсталляция умной дороги, макет развития территории около стадиона на улице Дальней, продукция некоторых предприятий области. Петербургский международный экономический форум был впервые проведен в 1997 году и с тех пор стал ежегодным. С 2006 года в нем регулярно принимает участие президент России. За это время форум стал одной из ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов в стране и мире. В столице региона открыт пляжный сезон. Некоторые горожане уже воспользовались случаем и успели не только позагорать, но и искупаться в Волге. Правда, вода в реке едва успела прогреться до 14 градусов и принимать водные процедуры, медики пока не рекомендуют. Тем более, что несмотря на хорошие пробы воды и песка, еще действует запрет на купание. Некоторые пляжи потоплены, уровень воды пока высок, размещение буйков продолжается. Часть зон отдыха дооборудуют, как только понизится уровень воды в Волге. Тему продолжат наши корреспонденты. На набережной даже в рабочий день немало самарцев, занимающихся спортом. Многие пришли полюбоваться Волгой, но пляжный сезон открыли не все. Сегодня я пробежался первый раз в этом году и захотелось искупаться, но еще в Волге не купался. Только на даче в Саку. Планирую начать плавать по утрам. Сегодня первый день. Вода бодрит, освежает, но все равно приятно. Приятно с утра освежиться, чтобы день был бодрым. Пока еще рано. Скоро откроем. Начнутся каникулы настоящие отпуска, и можно будет прийти позагорать. Пока просто гуляем. В этом году подготовка городских пляжей стартовала раньше обычных сроков. Однако погода не часто благоприятствовала проведению работ. И до сих пор уровень воды в Волге не снизился до необходимой отметки. Из-за этого некоторые пляжи пока подтоплены. Пляж Красного Глинского района. Пляж санаторий Можайский. То есть там до сих пор еще не разравлен песок. Там вода не позволяет это сделать. Барбошина поляна, загородный парк, советская армия на 50% также затоплены. Основные первая, вторая, четвертая очередь набережной. Оборудование полностью в полном объеме выставлено. Зона отдыха доступный пляж, предусмотренный для маломобильных граждан, под Некрасовскими полевыми спусками оборудованы. Осталось дождаться, когда понизится уровень воды в Волге. Тогда место схода в реку подготовят и сделают комфортным. Напомним, ранее на Самарские пляжи привезли песок. После его планировки обязательно проверяют состояние акватории. После этого начинается водовазное обследование дна акватории. Составляется профиль дна. Выясняется, есть ли в этом месте какие-то опасные зоны, например, ямы, водовороты, крупные предметы и так далее. Крупные предметы, которые обнаружат водолазы, это камни, коряги, они вынимаются в действительном порядке. То есть производится очистка дна. Водолазы вспоминают, что когда-то на окраинах пляжей попадались необычные находки. Урна чугунная старая, как в парках была раньше. Но особо крупных не встречается, потому что осмотр производим ежегодно. Мелкий мусор, да, попадается. Водолаз Антон Роднин, как и его коллеги, кроме обследования и очистки акватории, делает промер глубины. Максимальное для купания – 3 метра. Для детей и граждан, не умеющих плавать, безопасная зона отличается глубиной, не превышающей 120 сантиметров. Основываясь на данных спасателей, устанавливают буйки. Там, где уровень воды позволяет закончить работу, все необходимое для комфортного отдыха к открытию пляжного сезона сделано. Как только представится возможность, оставшиеся работы будут завершены в полном объеме. В частности, после того, как уровень воды придет в норму, промер глубин будет организован еще раз. Буйки и опоры для спасательного оборудования переместят. Для обеспечения безопасности с 10 июня на официальных городских пляжах уже работают 14 спасательных постов. Основными причинами происшествий на воде являются пренебрежение правилами поведения, в том числе купание в состоянии алкогольного опьянения в непредусмотренных и необорудованных местах, на значительном расстоянии от берега, в зоне движения маломерных судов. Горожанам рекомендуют обращать внимание и на красные флаги. Они означают, что пока купаться небезопасно. Но как только снизится уровень воды и повысится ее температура, самое время освежиться в Волжской воде. Ольга Павлова, Юлия Василькина, Николай Епифанов. События. Обновят асфальт на проезжей части, заменят люки колодцев и ливневки. Улицу Физкультурную в Самаре ремонтируют на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Службы города уже начали срезать старое асфальтовое покрытие. Когда закончат обновление, узнал Михаил Ермоленко. Улица Физкультурная – одна из самых протяженных в Самаре. Проходит сразу через три района – Кировский, Советский и Промышленный. В этом дорожно-строительном сезоне было решено взяться за ее ремонт. Средства на обновление Физкультурной в границах улиц Севастопольской и Первого безымянного переулка выделили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время полностью отфрезеровано старое покрытие от Севастопольской до улицы Нововокзальной. На улице Физкультурной мы в данный момент занимаемся фрезерованием, снятием старого дорожного полотна, поверхностного слоя, для выравнивания продольного и поперечного профилей, удаления клеобразования, ну и ямообразования, соответственно, тоже. После фрезерования подрядчик заменит люки инженерных коммуникаций и поднимет их на проектную отметку, то есть на один уровень с будущим новым покрытием. Во время ремонта улицы Физкультурной дорожным службам предстоит уложить около трех километров асфальта, свыше 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. По современным стандартам на проезжей части используется смесь «ЩМА-16». Она хорошо себя зарекомендовала на многих дорогах Самары. Быстро меняющаяся погода вносит свои коррективы. Дорожным бригадам выстроен круглосуточный график работы. Укладку нового полотна на Физкультурной планируют начать на следующей неделе. Вместе с тем работы по укладке асфальтобетонной смеси преимущественно выполняются в ночное время и без закрытия движения. Но, тем не менее, подрядно акцентировано на то, что необходимо выполнять работы в круглосуточном режиме для того, чтобы максимально быстро и качественно выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. В целом, в этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре планируют отремонтировать 35 городских участков. На сегодняшний день 14 из них уже завершены, а на трех работа ведется в настоящий момент. Михаил Ермоленко, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. А в Куйбышевском районе Самары появится еще одно место притяжения жителей и гостей города. На 116-м километре благоустраивают сквер имени Куйбышева. Как идут работы и как изменится территория, расскажет Светлана Куйбышева. Сквер имени Куйбышева на пересечении улиц Бакинской, Фасадной и Пугачевского тракта преображается. В сердце старой части 116-го километра идут работы. Пока рабочие занимаются укладкой покрытия. Но скоро здесь появятся и газоны, и цветочные клумбы, и подвесные скамейки. Контракт рассчитан до конца лета. Однако подрядчик идет с опережением графика. Благоустройство данной территории включает в себя такие работы, как полностью ремонт газонов с выемкой грунта, засевкой новых газонов. Это устройство плиточного покрытия, освещение, устройство новых малых архитектурных форм. Это лавочки и, соответственно, урны. В прошлом году за благоустройство этого сквера проголосовали сами жители. Общественное пространство преображается по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Сквер Куйбышева в прошлом году в рейтинговом голосовании занял четвертое место из 20 территорий. Что для нас просто фантастический результат. В общей сложности более 20 тысяч голосов удалось этому месту набрать. Естественно, 20 тысяч голосов. Если мы посмотрим вокруг пятиэтажные дома, конечно, это не только жители окрестных домов голосовали. Голосовали за наш сквер жители не только даже Куйбышевского района, но и жители всей Самары, за что им огромное спасибо. Проявили такую активность, и как награда, действительно, получим такое классное место. Сами жители появления благоустроенного сквера ждут с нетерпением. Жители нашего района решили проголосовать, потому что сквер нужен. Люди здесь и детишками отдыхают, и пожилые люди, и старики все полностью скамеечки, когда погода хорошая. А было не очень. А сейчас я надеюсь, что будет приятно и хорошо, будет порядок. И все голосовали, и все рады, и все за. Напомним, ранее в Куйбышевском районе Самары также благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды благоустроили Ерик-парк в микрорайоне Волгарь и сквер Речников в микрорайоне Сухая Самарка. Теперь, благодаря активности самарцев, в районе появится еще одно место притяжения жителей и гостей города. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Соединение Самарского энергетического и Поволжского строительно-энергетического колледжей вызвало ряд вопросов у родителей учеников. Часть из них не согласна с переездом. У инициаторов слияния свои доводы о больших возможностях для объединенного учреждения. Подробнее в нашем репортаже. В общественной приемной депутата Госдумы Александра Хинштейна представители инициативной группы родителей. Они пришли выразить свое несогласие с планируемым слиянием Самарского энергетического колледжа с Поволжским строительно-энергетическим и переездом с улицы Самарской в здание на улицу Ташкентскую. В областном министерстве образования и науки считают, что объединение необходимо для исключения дублирующих специальностей. На базе одного из учреждений на улице Ташкентской планируется расположить объединенный колледж. Здесь будет создан современный студенческий кампус, включающий общежития, производственные мастерские, столовую, спортивные и досуговые площадки. Сейчас в Поволжском строительно-энергетическом колледже идет ремонт. Тем временем некоторые родители учеников Самарского энергетического колледжа опасаются, что к началу нового учебного года работы завершить не успеют и считают, что в объединении нет необходимости. Безусловно, проект, который предлагают, он интересен с точки зрения государственной пользы, с точки зрения образования. Но проект абсолютно не продуман, полностью не готов сейчас. В Министерстве образования говорят об открывающихся возможностях в плане федерального финансирования и приводят в пример другой объединенный колледж, подчеркивая, что привлечь деньги для развития материально-технической базы удалось благодаря слиянию. Вот сейчас посмотрите, на что мы получили средства. Вы посмотрите на это. Самый крупный колледж в области, ПГК. Ему дали эти средства на профессионалитет, потому что концентрация студентов, программ, направлений. Директор Самарского энергетического колледжа Ольга Смагина объединение поддерживает, как и по ее словам, большая часть педагогов. Основная масса педагогов при выдвинутых условиях сохранения заработной платы, педагогической нагрузки, представлении комфортных условий для организации образовательного процесса, высказалась о том, что эта идея интересна, они ее поддерживают, и если такое решение будет принято, они готовы работать в объединенном учреждении. На совещании собравшимся так и не удалось прийти к компромиссу. Необходим четкий поэтапный план действий, который устроит и педагогов, и родителей. Я, как один из вариантов, вижу возможность взять тайм-аут в течение года, за этот год подготовить кампус к перемещению туда уже студентов Самарского энергетического колледжа, сделать это все поэтапно, плавно, чтобы у людей было четкое понимание завтрашнего дня и перспективы. Решение о дальнейшей судьбе двух образовательных учреждений будут принимать областные власти. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Николай Епифанов. События. Крайняя мера в отношении злостых неплательщиков. В Самаре эвакуировали автомобиль должника, чье обязательство перед компанией «Энергосбыт плюс» составляет почти 500 тысяч рублей. Что предпринять, чтобы не допустить такого, если возник долг, расскажем в нашем сюжете. Представители судебных приставов проводят осмотр и оклеивают автомобиль должника, чтобы забрать его на штрафстоянку. Владелица на марке задолжала «Энергосбыт плюс» за отопление и горячую воду почти 300 тысяч рублей. Еще более 200 тысяч накопилось в виде пени за просрочку платежей. После того, как автомобиль попадает на стоянку, у должника есть 5 рабочих дней, чтобы погасить задолженность. Если задолженность не погашена, данный автомобиль отправляется на реализацию. То есть составляется полный пакет документов. После торгов, когда машина будет продана, будет погашена задолженность, а что деньги останутся, будут переданы обратно должнику. Чтобы избежать такого развития событий, специалисты компании напоминают, что оплачивать услуги необходимо вовремя. Но если возникла тяжелая ситуация, можно обратиться в клиентские офисы «Энергосбыт плюс» и решить вопрос с погашением долга в индивидуальном порядке. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Перспективы развития оборонно-промышленного комплекса обсудили на втором научно-практическом форуме «Качество ОПК-2022». Обсуждение прошло на базе Ракетно-космического центра «Прогресс», одного из флагманов космической отрасли России. Какие решения были приняты, узнал Михаил Ермоленко. В 2020 году Ракетно-космический центр «Прогресс» стал лауреатом премии правительства России в области качества выпускаемой продукции. Благодаря престижной награде предприятие удостоилось чести провести второй научно-практический форум «Качество ОПК-2022». Его основная цель – организовать диалог между представителями органов власти, промышленности, науки и образования, а также IT-компаний. А в дальнейшем использовать различные разработанные подходы в работе российских предприятий, в том числе в условиях импортозамещения. Здесь у нас более 300 представителей различных предприятий ОПК, и на этом форуме мы обсуждаем подходы к обеспечению качества и делимся друг с другом своим опытом. Мы считаем, что это очень важно, это крайне полезно, подобный обмен мнениями и опытом. По словам участников форума, основная задача в нынешних условиях – успешно внедрить различные цифровые инструменты в работу предприятий. Масштабная цифровизация оборонно-промышленного комплекса позволит не только повысить качество выпускаемой продукции, но и оптимизировать все бизнес-процессы и экономическую составляющую заводов страны. Тем более задачи перед предприятиями на ближайшие 8 лет стоят грандиозные. Основные задачи – доведение доли успешных запусков ракет-носителей в 2025 году до 99%. Увеличение сроков активного существования космических аппаратов на 20-25%. Результатом работы форума станут инициативы и предложения, которые поспособствуют внедрению лучших практик и решений для обеспечения высокого качества и надежности продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. С начала года в регионе отменено более 4,5 тысяч проверок организаций. Впервые мораторий введен не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний по плановым и внеплановым проверкам. Мораторий на проверки предпринимательской деятельности действует в России до конца 2022 года. За 4 месяца общее число проверок сократилось в 6 раз относительно того же периода в 2021 году. Мораторий за год сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей. В Самарском сафари-парке у лошадей Пржевальского появились жеребята. Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства региона, здоровые, резвые, красивые жеребята родились в мае. Лошадь Пржевальского, как вид, исчезла из природы еще в 20 веке. Сохранились они только в питомниках, зоопарках и бережно оберегаются. Животное занесено в Международную и Российскую Красную книгу. На территории парка, а это более 50 гектаров, свой дом обрели и множество других животных. Чернобуры и лисы, павлины, лебеди, глухари. В лесной зоне обитают крупные копытные, лоси, косули, моралы. Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 30 июня по 3 июля. Традиционно в три тура. Первое прослушивание будет онлайн, а второе и третье на поляне. Луреаты конкурса поучаствуют в галоконцерте на сцене гитаре в ночь со 2 на 3 июля. В этом году на Грушинском фестивале пройдут мастер-классы, а также музыканты представят новые песенные и образовательные проекты. Мероприятие предусматривает торговую ярмарку с фудкортом, скважины и бойлер с питьевой водой. Медпункт, подразделение пожарной части, полиции и МЧС, биотуалеты и душ, а также парковку для автотранспорта. За год горожане подали более 23 тысяч заявок на оформление карты жителей Самарской области. Массовый выпуск карт в регионе начался год назад. Карта предоставляет пользователям различные возможности. Ею можно оплачивать покупки, проезд в транспорте, а также получать скидки от партнеров проекта. Уже в самое ближайшее время появятся новые полезные сервисы. С 22 июня по 5 июля на нескольких улицах Самары отключат горячую воду. Как сообщили в теплоэнергетической кампании, это связано с гидравлическими испытаниями тепловых сетей, второй магистрали Самарской ТЭЦ и части верхней зоны Безымянской топительной котельной. Без воды окажутся жители и организации в границах улиц Проспект Кирова, Физкультурная, Металлистов, 22-го партиезда Свободы, Победы, Металлистов, Металлургов, Каховская, Нагорная, Черемшанская и Юных Пионеров. Горожан просят соблюдать меры безопасности вблизи турбопроводов, надземной прокладки и тепловых камер. Не следует подходить к местам парения и парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей. Вежливость, внимательность и осторожность. Сотрудники ГИБДД в очередной раз напомнили автомобилистам о правилах поведения на дорогах и провели рейд «Пешеходный переход». Как должны вести себя два равных участника дорожного движения – водитель и пешеход, узнала Елена Чернявская. Чтобы снизить число ДТП и избежать тяжести последствий от них, сотрудники ГИБДД в Самаре провели профилактический рейд «Пешеходный переход». В зону контроля попали не только пешеходы, но и водители, которые не пропускают людей на пешеходных переходах. Сергей Сергеевич, всему нарушаем. Поворачивая направо с улицы Первомайска на проспект Ленина, вы не предоставили преимущество движения пешеходов, переходящим в прорежную часть по пешеходному переходу. В чем причина? Не обратил внимания. Отвлеклись, да? Да, точно. На водители составили протокол и выписали штраф в размере полутора тысяч рублей. Инспекторы отмечают, что число ДТП с участием пешеходов по-прежнему внушительное. Причиной наездов на самую незащищенную категорию участников дорожного движения становится не только низкая транспортная дисциплина водителей. Часто пешеходы невнимательно не могут убедиться в безопасности перехода и правильно оценить дорожную обстановку. Особое внимание при переходе в проезжей части родителям с детьми. Малышей необходимо держать за руку. Подростки также в зоне контроля со стороны сотрудников ДПС. Нередко мы с вами становимся свидетелями того, что, но это в основном относится к категории молодежи, парень либо девушка, значит, переходит в проезжую часть, наденут наушники и в свой взор устремят в сотовые телефоны, там, в планшеты и так далее. И переходит в проезжую часть. Их не интересует, что происходит на проезжей части. Не смотрят ни направо, ни налево. Это крайне недопустимо. И как минимум безответственно. Не стоит забывать, что основополагающим правилом на дороге является ее осмотр перед переходом на противоположную сторону. Если бы на этот нюанс обращали внимание все пешеходы, дорожных транспортных происшествий было бы в разы меньше, отмечают сотрудники ДПС. Также нельзя переходить улицу в неположенном месте, даже если вы очень спешите. Жители Самары рассказали, как соблюдают правила дорожного движения. Если осталось 8 секунд, я лично не иду. То есть я очень аккуратно иду. Потому что я сама водитель. Это проезжая часть. Здесь очень опасно. Машины ездят. Можно получить травму или вообще очень серьезно пострадать. Я всегда перехожу на свой зеленый свет, потому что на красный опасно. И придерживаюсь постоянно этих правил. А вот если нет цветофора, как переходить? Ну опять же пешеходный переход должен быть. Пусть нет цветофора, но тогда водители пропускают. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям и пешеходам следовать с ПДД. От этого напрямую зависят их собственные жизнь и здоровье, а также безопасность окружающих. Рейды по выявлению нарушителей будут продолжены. Елена Чернявская, Максим Гусев. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Попасть в команду форума Иволга можно всего за три простых шага, информирует телеграм-канал промышленного района Самары. Для этого до 16 июня необходимо заполнить заявку и отправить ее на почту «Волонтер7063-собакамейл.ру». Став организатором с 7 по 30 июля, вы попадете на Мострюковскую поляну и будете создавать юбилейный форум. Анкета доступна по опубликованной ссылке в телеграм-канале промышленного района. В телеграм-канале Куйбышевского района Самары приглашают на спортивный фестиваль ГТО, который пройдет 25 июня. Принять участие в нем, показать свой спортивный дух и отлично провести время, соревнуясь с соперниками со всего региона, смогут все желающие. В программе фестиваля соревнования по отжиманиям, подтягиваниям, стрельбе из электронного оружия, бегу на 60 метров, прыжкам. Команды, которые займут первые три места, получат кубки, медали, дипломы, а также ценные призы от Министерства спорта Самарской области. Расписание открытого кинотеатра «Филин» на 16 и 19 июня уже готово, сообщает в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы мэрии Елена Рыжкова. С четверга по пятницу здесь можно будет посмотреть картины «Джуна», «Формула любви», «Громкая связь», «Вечное сияние чистого разума», «Ван Хельсинг», «День сурка» и многое другое. Выходные порадуют самых маленьких зрителей. Они смогут увидеть мультфильмы «Временские музыканты», «Каникулы в простоквашина», «Дюймовочка». Взрослым представят картину «Парк юрского периода». Администрация Красноглинского района Самары в своем телеграм-канале приглашает жителей города принять участие в опросах. Сегодня они доступны по следующим темам. Знаете ли вы, что по месту жительства в Красноглинском районе Самары проводятся бесплатные тренировки и какой отдых вы предпочитаете в период летних каникул? Опросы можно пройти по опубликованным ссылкам. Телеканал «Самара ГИС» запускает новый конкурс в честь своего 15-летия. Поучаствовать в нем и побороться за подарки смогут все жители столицы губернии в возрасте старше 16 лет. Пройдет конкурс с 16 июня по 31 июля этого года. Условия предельно просты. Подписаться на группы телеканала «Самара ГИС» в социальных сетях, прислать фото или видео поздравления телеканала «Самара ГИС» на электронную почту конкурссобакасамарагиз.ру, выложить фото или видео этого поздравления с хэштегом «Самара ГИС 15 лет» на своей странице во ВКонтакте. Подведение итогов конкурса состоится 16 августа. Подробнее об акции и подарках можно прочитать на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС» на страницах в «Одноклассниках» и во ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин